Всем привет! Ролик начинается с кадров огорода и старой тачки, потому что 2022 год заставил задуматься, а не пора ли как следует на этом огороде поработать, чтобы до отказа заполнить подвал закатками и потом всю зиму их есть. Вообще 2022 год принес много чувствительных изменений, некоторые коснулись даже айфонов. Я понимаю, что это не особо важно на фоне более серьезных вещей, но поскольку именно айфоны тематика моего канала, про них и поговорим. Телефон с эмблемой в виде яблока всегда был недешевым, но сегодня цены не просто кусаются, они готовы отгрызть руку. Даже в неофициальных магазинах возникает чувство, что перед составлением прайса кто-то объелся галлюциногенных грибов. Но взлетевшая в небеса стоимость это полбеды, айфоны сложно найти в продаже. В общем ситуация изменилась настолько, что советы по выбору конкретной модели, которые были даны в конце прошлого года, уже не актуальны, а значит есть смысл обсудить тему еще раз. Но сперва лайк, подписка, комментарий для продвижения контента. Каких-нибудь 5-6 месяцев назад при выборе айфона я считал важным отсутствие мелких лагов, возможность дожить на одном заряде до вечера, а основной вопрос большинства потенциальных владельцев мне представлялся таким. Несколько недель экономить и купить айфон лучше, либо сразу взять не самый классный, но вписывающийся в бюджет. Я тогда активно высказывался за первый вариант, призывал покупать айфоны дороже. Теперь для большинства так не получится, речь уже не про терпимую относительно короткую экономию. Придется долго не покупать себе новую одежду, есть не такую здоровую и вкусную еду, ездить на работу или учебу не так комфортно. Поэтому первое, что я предлагаю, задуматься, нужен ли айфон в принципе. Дорогой айфон умеет то же самое, что и другие девайсы. Он покажет социальные сети, ютуб, запустит игру и большую часть времени, по ощущениям, не будет отличаться от гаджета вдвое меньшей цены. Возможно, покупку лучше отложить или посмотреть в сторону б.у. телефонов. В прошлом я был активно против таких вариантов, но ситуация изменилась. Например, сегодня в Минске можно найти совершенно новый айфон 10s и это будет стоить около 2000 белорусских рублей, а за б.у. попросят 1000. Нет нужды переводить белорусские рубли в вашу валюту, чтобы понять разница в два раза. В два! Разумеется, покупая на вторичном рынке, нужно быть особенно внимательным. Не стоит гнаться за самыми дешевыми вариантами, потому что почти все они с проблемами. То есть перспектива, что потенциальный ремонт, больно вгрызется в кошелек и пережует всю выгоду от покупки, реально. Теперь про модели. Брать 13-е айфоны, включая Pro и Mini, сегодня еще меньше смысла, чем полгода назад. Они безусловно классные, но слишком дорогие. Если деньги не проблема, ну тогда рад за вас. Не слушайте меня, покупайте и кайфуйте. Но всем остальным 13-е есть резон купить только под четкое понимание, почему никакой другой айфон не подойдет. Дальше 12-е, включая Mini и Pro. Технически они отличный выбор, крутые и не самые дорогие. Но 2022 год налил немного кислого молока с песком и шерстью в этот идеальный коктейль. Если раньше купить 12-й айфон непосредством, без всяких целей и руководствуясь только желанием его иметь, было вполне социально одобряемой практикой, и после такой покупки коллеги, знакомые и друзья, понимающие кивали и многие даже завидовали, то теперь, теперь гораздо больше людей покрутят пальцем у виска. Во-первых, айфоны, по крайней мере в Беларуси, ощутимо добавили в цене. А во-вторых, нет гарантии, что сервисы Apple будут работать долго и без проблем на в ряде стран. Есть серьезный риск однажды утром получить малопригодную в использовании штуку без или почти без поддержки. Если у вас средний доход или меньше, то в 2022 году рекомендую смотреть в сторону не таких дорогих моделей, тем более, что среди них есть достойные, например, айфон 11. Он даст большинству пользователей все, что нужно. Фактически, оттолкнуть от приобретения 11-го может только индивидуальная непереносимость его компонентов, например, если замечаете точки на экране. Следующее, 11 Pro и Pro Max. Они новыми, сегодня, стоят 950 долларов, а ЗБУ попросят примерно 550. Аналитика канала говорит, что меня смотрят в разных странах, поэтому цена в долларах будет самой понятной. Так что в долларах. 11 Pro и Pro Max классные, но дорогие. В сегодняшних реалиях это важно. От простого 11-го они отличаются третьей камерой и более современным дисплеем, то есть OLED-ом. Хотя почти всех устроит IPS, а дополнительный объектив подавляющее большинство не используют. Покупка 11 Pro и Pro Max сегодня это шаг, перед которым нужно подумать дважды, а потом на всякий случай подумать третий раз. 10S Max новым, если сможете найти, будет стоить около 790 долларов, а БУ примерно вдвое дешевле. Что интересно, 10S Max новым стоит на 30 долларов меньше обычного 10S, а цены за БУ сопоставимы. Учитывая такие необычные цифры, а также не самую лучшую автономность 10S, рекомендую из этих двух купить Max, чтобы реже приходилось тянуться к розетке. А вообще, на мой взгляд, самый разумный выбор в этом поколении 10R. Там и цена ниже, примерно 570 долларов за новый, примерно 350 за БУ, и возможности почти такие же. Ну не будет у вас еще одной камеры, которую вы скорее всего не включите. Ну вместо OLED придется пользоваться добротным классно настроенным IPS. Ну делов-то. Отдельно нужно поговорить про iPhone 8 Plus. В конце 2021 года я считал, что его время прошло, но ситуация изменилась и, похоже, теперь придется быть менее разборчивым. 8 Plus штука специфическая, он точно не для всех, но если нужно с кнопкой, и чтоб до обеда не разряжался, тогда это единственный вариант. С обычной восьмеркой проще. Смысл ее покупать пропал с выходом SE2, который то же самое по дизайну, но мощнее и современнее внутри. Разница в цене между ними странная. На рынке БУ SE2 предсказуемо дороже, примерно на 100 долларов, потому что он современнее, и в среднем SE2 будет меньше изношен. А вот новым iPhone 8 стоит дороже, на 60 долларов. Это потому что найти неактивированную восьмерку сложно. То есть на цену влияет не качество товара, а его редкость. Сам SE2 и показанные в этом году SE3 получились очень спорными. Мощная начинка в старом корпусе, плохая автономность экрана на всю панель, у них явно будут сторонники. Но себе я бы не купил. Пойдем дальше. iPhone X. Этот когда-то предел мечтаний фанатов скоро отметит пятилетний юбилей. Нужно быть очень оптимистичным для его покупки. Такое приобретение сродни свиданию с порнозвездой на пенсии. Ей вот-вот стукнет 65. Вы совершенно точно разоритесь на ресторан, но в ответ не получите того, на что могли бы рассчитывать, будь она в расцвете сил. У iPhone X нет оправдания как у 8+, потому что в дизайне десятки выпускался XS, примерно так же выглядит 11 Pro. iPhone X, с учетом возраста и возможностей, слишком дорогой. Все остальные iPhone я брать не советую, даже с учетом экономических трудностей. Выводы. Если для вас деньги это просто бумага, а потратиться на iPhone примерно то же самое, что для обычного человека купить колбасы, тогда выбирайте то, что нравится, даже если ошибетесь, без проблем поменяете. Обычному же человеку лучше взять 11, 10R, или если он считает, что в настоящем iPhone должна быть большая кнопка, 8+. Знаю, невеселый вывод, но ситуация сейчас такая. Спасибо за просмотр, лайк, подписка, комментарий, если еще этого не сделали, и до встречи на YouTube. Здесь мы говорим про iPhone и иногда про что-нибудь еще. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok